МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба Вектор ТВ. В студии работает Юлия Рубцова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. 55 лет на страже здоровья новополочан. Новополоцкая городская больница в эти дни отмечает свой юбилей. Узнать больше и обменяться опытом. Новополоцк посетили молодежные парламенты Верхнедвинского и Леозненского районов. Финишная прямая. До первых стартов Кубка Федерации Биатлона остались считанные дни. Организаторы сверяют часы. Подари жизнь. Акция безвозмездного донорства прошла среди работающей молодежи Новополоцка. Сейчас об этом и не только расскажем более подробно. От медицинского пункта Полоцкого нефтестроя до крупного многопрофильного медицинского центра Новополоцкая городская больница празднует 55-летний юбилей. Торжественный вечер по этому случаю посетили первые лица города, а лучшие представители медицинских профессий отмечены почетными наградами. История Новополоцкой больницы берет начало с 1958 года, когда на левом берегу Западной Двины появились первые палатки и первый фельдшерский здравпункт. К своему 55-летнему юбилею здравоохранение Нефтеграда выросло в крупную многопрофильную больницу, которая оснащена современным оборудованием, а медицинскую помощь оказывают высококвалифицированные специалисты. На торжественном вечере, посвященном юбилею городской больницы, в адрес медиков звучали слова благодарности. Мы сделали свою ставку и, конечно, развитие высокотехнологичной помощи, ранней диагностики заболеваний. И, конечно, на этом направлении мы достигли определенных результатов. На данный момент мы гордимся тем, что наша Новополоцкая больница, учреждение здравоохранения нашего города считаются одним из лучших в нашей области, ну и в республике в целом. Поэтому я, конечно же, в первую очередь хотел бы пожелать дальнейшего развития нашей больницы, просветания, благополучия и, конечно же, не останавливаться ни на секунду в повышении своих квалификаций. Я искренне желаю нашим медицинским работникам, чтобы каждый, обратившийся к ним, получил то, что он ожидает от медицины. А это улучшение состояния здоровья, внимательное отношение, уважение к пациентам. Я верю, что врачи нашего города именно так и работают. С пастерским словом к виновникам торжества и гостям праздника обратился глава Полоцкой епархии. Он отметил, что самоотверженный труд медицинского работника можно приравнять к подвигу. Подвигу служения, ближнему, весна и отдыха, который заслуживает самой высокой оценки и благодарности. Я хочу отметить эту дату как праздник тех людей, которые совершают свой целожизненный подвиг. Посвятить свою жизнь состраданию рода человеческого, слышать стоны, рыдания людей и делать все для того, чтобы как-то облегчить их участь. И пожелать можно только одно, чтобы Господь укрепил этих людей в этом духовном и общественном подвиге. Юбилейная дата стала поводом для поощрения передовиков профессии. Здесь за многолетний труд и личный вклад в развитие здравоохранения города врачи и медицинские сестры больницы удостоены нагрудных знаков отличник здравоохранения Республики Беларусь. Почетных грамот Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Почетных грамот Управления здравоохранения Витебского обл. сполкома. Юбилей, в котором хочется сказать слова благодарности нашему ветеранскому поколению, тех, кто создавал это учреждение, тот, кто поковал вот эту победу, к которой мы, в принципе, пришли к этому замечательному, красивому празднику. А пожелать хочу всем, как всегда, здоровья. Здоровья телесного и душевного. Мира, добра в семьях, в коллективах и обязательно любви. Мир, добро и любовь в этот вечер царили и в зрительном зале, и на сцене. Свои музыкальные поздравления подарили коллегам, сотрудники больницы, а также артисты. Юлия Рубцова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ. Смелые идеи, свободный от передрассудков взгляд и неуемная энергия. Представители молодежных парламентов Верхнедвинского и Леозинского районов посетили Новополоцк и встретились с местным органом молодежного самоуправления. Подробности смотрите далее. Долго готовились, планировали и вот, наконец-то, встретились. Представители молодежных парламентов Верхнедвинского и Леозинского районов, всего практически полусутни ребят, приехали в Новополоцк. Юные парламентарии вместе с председателями своих районных советов депутатов познакомились с историей города, а также с работой депутатского корпуса. Нас объединяет что? Наша родная Витебская область. Мы с разных регионов, регионы разные, по количественному составу, по населению и так далее. Но все объединяет этих ребят что? Желание быть полезными своей стране и любить свою родину. Поэтому все, что это делается, это во имя этого будущего, во имя того, чтобы ребята общались, дружили, становились лидерами и дальше работали на нашу страну. Парламент, как форма детского самоуправления, появился в Новополоцке 6 лет назад, одним из первых среди белорусских городов. Сейчас он насчитывает 17 человек, а нынешний созыв уже третий по счету. Поэтому есть что рассказать своим коллегам из соседних районов, которые в свою очередь поделились опытом молодежного парламентаризма в Лиозно и Верхнедвинске. Встретили очень тепло, приятно, понравилось. У нас тоже много благотворительных акций. Мы помогаем детям с инвалидностью, которые, ну это около 40 человек, мы для них концерты были организовали. И планируем еще организовать концерт для 19 детей социально-педагогического центра. Очень понравилось, что организовали вначале нам совместную экскурсию. Мы посмотрели и узнали о истории города. Ну и, конечно, понравилось, что сейчас вся молодежь объединилась. Мы узнали мнение друг друга. Ну, у нас в Верхнедвинске развита военно-патриотическая тематика. Мы, естественно, связаны с ветеранами, выезжаем на курганы, проводим какие-то акции. Обмен опытом и сотрудничество в области детского и молодежного самоуправления. Итогом встречи стало подписание протокола о намерениях. Молодежные лидеры Верхнедвинского и Леозненского районов в ходе встречи познакомились с работой Полоцкого университета, Первой гимназии, Дворца детей и молодежи. А также договорились об ответном визите новополоцких коллег уже в следующем году. Ольга Баранова, Артем Табаков, Вектор ТВ В Новополоцке продолжается подготовка к выборам депутатов местных советов 28-го созыва. Сегодня состоялось Организационное собрание Городской избирательной комиссии. Новополоцкая комиссия по выборам депутатов местных советов 28-го созыва провела Организационное собрание. Члены комиссии утвердили список участков для голосования. В этом году в Новополоцке их будет насчитываться 36, один из которых закрытый. Он расположится в городской больнице. Здесь же зарегистрировали инициативные группы. Мы зафиксировали рекордно на сегодняшний день количество инициативных групп, которые будут собирать подписи с 10 декабря 2017 года в нашем городе. 25 инициативных групп зарегистрировали мы сегодня. Это в два раза больше, чем на прошлых выборах. Всего в период предстоящих выборов депутатов местной советы 28-го созыва в Новополоцке в Организации проведения кампании будет задействовано около 2000 человек. В соответствии с установленным планом по проведению выборов депутатов, до 3 января необходимо сформировать участковые избирательные комиссии. А с 10 декабря до 8 января должно пройти выдвижение кандидатов депутаты. Выборы в местные советы депутатов назначены на 18 февраля 2018 года. Карина Херсан, Сергей Пальцев, Артем Табаков, Вектор ТВ. Масштабная подготовка продолжается у новополоцких спортсменов. В училище Олимпийского резерва кипит работа на носу Кубок Федерации Биатлона. В нынешний раз заседание Организационного комитета по вопросам проведения состязания проходило с участием представителей Федерации Биатлона Беларуси. Выверить все до мелочей. Стрельбище, трасса, трибуны. Представителями Оргкомитета ежедневно решаются различные вопросы, связанные с проведением предстоящего Кубка. И на сегодня материально-техническая база практически готова. Но это далеко не все. Ряд задач именно организационного плана специалистам еще предстоит решить. Сочетание спортивного, познавательности, культурности, культурным слоем, так, очень непростые вопросы. Поэтому будем сейчас их обсуждать. Вопросы рекламы, наглядности, чтобы все было интересно. Вот это, ну как-то нам сейчас кажется, очень непросто это все. Потому что нужны электронные табло, ну по сути, ну где взять и что. Вот будем над этим вопросом думать. Параллельно прорабатывается вопрос сопровождения спортивного мероприятия профессиональным комментированием и ряд других, на первый взгляд, мелких, но очень важных моментов. В то же время организаторы отмечают, подготовка проходит в плановом режиме. Провалов нет, упущений нет. Есть вот вопрос, как говорю, качества. Мы же и форму шьем, и экипировку, и другие вопросы. Самое главное, мы видим, что работа сделана органами власти очень. И вот это мы друг друга дополняем. Работа идет очень интересно, результативно. Все понимают, что дети – это будущее, это и спорт, это здоровый образ жизни. Контрольная приемка готовности объекта к предстоящему Кубку Федерации Биатлона состоится 20 декабря. Первые же старты запланированы на 27 число. Александра Качан, Сергей Пальцев, Вектор ТВ. Акция безвозмездного и добровольного донорства «Подари жизнь» прошла с участием работающей молодежи Новополоцка. С самого утра десятки человек делились каплями жизни. Подробности у нашей съемочной группы. Донор в переводе с латинского означает «дарение». С потребностью в донорской крови может столкнуться каждый. И часто это единственная возможность спасти жизнь человеку. По статистике, каждый третий человек в течение своей жизни нуждается в переливании крови или ее компонентов. Акция, которую проводит наше общественное объединение Белорусской Республиканской Республики Молодежи, направлена на то, чтобы увеличить количество безвозмездных доноров. Потому что на сегодняшний момент проводятся основные все эти мероприятия, и все они направлены на то, чтобы увеличить количество безвозмездных доноров. Потому что люди должны понимать, что каждая кровосдача, каждый, кто сдает кровь, то есть он кому-то поможет. По словам специалистов, сегодня в Беларуси каждый четвертый донор сдает кровь бесплатно. Таких донаторов медики считают самыми безопасными и мотивированными. На такие акции в больницу приходят целыми трудовыми коллективами. И каждый знает, что сдавая кровь, может спасти жизнь троих человек. Для меня быть донором значит помочь кому-то, значит спасти какую-то жизнь. Я второй раз уже вообще сдаю кровь на безвозмездной основе. Как чувствуете себя? Отлично. Разные бывают ситуации, люди нуждаются в крови. Приятно помочь человеку в тяжелой ситуации. Акция «Подари жизнь» инициаторам, которые выступает в Союз Молодежи, уже стала доброй традицией в нашем городе. На прошлой неделе более полусотни студентов ПГУ приняли в ней участие. А сегодня работающая молодежь, представители разных предприятий, активно поддерживает инициативу. Безвозмездно и добровольно. Кстати, именно на такую форму сдачи крови здравоохранение планирует полностью перейти к 2020 году. Чувство сострадания, милосердия, готовность помочь людям – это то, что выделяет и нашу новополудскую молодежь, и то, что людей становится больше, которые желают делать добро. Это самое главное. Сегодня более 10 человек – это люди, которые впервые принимают участие в данной акции и сдают кровь. Количество желающих стать донором и поделиться каплей жизни с каждым годом растет. В Новополоцке такой статус активно поддерживает более тысячи человек. Виктория Клементьенок, Артем Табаков, Вектор ТВ. Передовые информационные технологии для решения задач в области строительства и машиностроения. Эта тема стала ключевой на конференции, приуроченной к 50-летию Полоцкого вуза. Полоцкий университет в первую очередь известен подготовкой научно-технических кадров. Строительство, машиностроение – это те области, где без применения современных программ для проектирования просто не обойтись. Проект, детализация и выход на строительную площадку. О передовых технологиях и новинках крупнейшего в мире поставщика программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства компании «Автодеск» говорили на конференции в Полоцком вузе. Университет используется учебной лицензией, они для университета бесплатны. Соответственно, все студенты сейчас имеют возможность пользоваться передовыми решениями компании «Автодеск» в своей учебной деятельности. Ну, а уже организации, в которых они выпускаются работать, имея таких замечательных выпускников, могут использовать эти передовые решения в своей работе, делать свои разработки и быть лидерами на рынке. Такая конференция состоялась в рамках празднования 50-летнего юбилея Полоцкого вуза. Основная же череда праздничных мероприятий пройдет уже в следующем году. Ольга Баранова, Артем Табаков, Вектор ТВ. Доступны для просмотра на официальном сайте Новополоцка и на ютуб-канале телерадиокомпании «Вектор». Также оперативно следить за событиями городской жизни можно и в нашей группе ВКонтакте. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. Новополоцка По прогнозам синоптиков, в субботу 9 декабря в Новополоцке ожидается пасмурная погода, без осадков, ветер южный до 6 метров в секунду, температура воздуха ночью около нуля, днем плюс два. В воскресенье 10 декабря ожидается пасмурная погода, снег, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, Температура воздуха ночью около нуля, днем до 2 градусов со знаком минус.